Доброе утро! У нас сколько? 8.30. У Гриши тут супер-пупер завтрак. Здесь у нас... Таблетки с... Шоколад темный. Ирка, который пришел нам с Кардемон Клаб. Мороженое и каша овсяная. Вкусно? Да. Шоколад очень вкусный, да? Да. Откуда ты его такой взяла? Прислали по почте. Мама, у тебя даже уже шоколад не тает? Угу. Наверное, в холодильниках. Да нет. У меня уже тает. Не, ну на горячем, конечно, он тает, и у тебя будет шоколадная каша теперь. Да. С мороженым. Тут гора покупок Сашана. Тут особо-то ничего такого интересного нет. Трусы, носки, майки детям. И нам палитру вот такой вот купила. А где-то это все стал набрать? Ну я же в Ашан ходила, когда вы были в лёсиках. Литра это для того, чтобы шоколад красить, вот эти красочки сюда налить. Подносы для сушки пряников. Шесть штук должно быть сюда. Шесть подносов. Что здесь еще? Салфетки. Такие формочки для льда я их буду использовать как формочки для шоколада. Вот этот верх снимается, и они получаются вот такие вот конусные конфетки будут, трюфели. Что еще? Это Афоньке шапку купила. Вот такую вот я люблю папу. Думала Антошке взять, но хорошо, что не взяла. Она прям откровенно маловато. Для Антоши кучу-кучу разрыхлителя. Для доктора Эткер и ванильный сахар этого же производителя. Наконец-то купила розовую чечевицу. Ну и вернее здесь написано красное, но для меня она чечевицу для супчика. Манку. Что-то мы вспомнили за манку, а так не хотелось покупать большую пачку. И вот такая вот есть, оказывается, 200-граммовая манка каждого дня. Что тут еще? Бумагу для выпечки, на которой ничего не пригорает. Родня такой пользуется и очень нравится. Здесь 20 листов, они отравные. Вот такая вот она, рифленая. Коврик. Это такой же тефлоновый, как мне пришел с Алиэкспресс. Вот такой вот тефлоновый коврик. Он очень здоровский для пряников. Мне он очень нравится. Здесь на нем не написано, что он тефлоновый. Написано, что он просто антипригарный. И стаканчики для десерта груша. Я их, кстати, раздавила здесь одну ножку. Ну, ничего страшного. Вот так вот. Что еще? Фольгу, потому что у нас чего-то закончилось оно. И еще вот такую вот силиконовую лопаточку. Мешать шоколад с вот таким крючком сразу вешать на мисочку. Носки, носки и два ластика, Григорию. А, в общем-то, и все. Шоколады там 600 грамм я купила. И носки всем. Я, как всегда, фанат вот таких вот либо розовых, либо белых. И, главное, коротких. Самая главная покупка – это вот такие таблетки для посудомоечной машины. Фрау Шмидт. Их мне посоветовала еще когда-то очень давно. Моя подписчица, которая приезжала ко мне в гости из Москвы. Так что купила попробовать. Они выходили там по какой-то акции. 6 рублей штучка. И соль для посудомойки. Так как у нас жесткая вода, и нам без соли никуда. А таблетки для посудомойки из Фаберлик мне понравились. Но они закончились. И я заказала, а они не пришли. Поэтому будем теперь фрау Шмидт мыть посуду. Вот как раз сейчас заложила посудомойку, включила. Будем ждать результата. А вот то, что еще купила детям. Это Агния Барто. Стихи очень интересные. Красная шапочка – это для Афоньки. Про Волка. И Григорию – школьные приколы. Гриша как-то не в восторге. Да, сына? Тебе не понравилось, что мама купила книжки? Нет. Нет? Не начинь читать! Так, на обед я готовлю зеленый борщ. Ну, это даже, наверное, щи, потому что они без... Ничего, а без свеклы. Вот. Здесь яйца, картошка, морковка, лук, болгарский перец и щавель. Еще добавила, вспомнила, что бабушка добавляла всегда вот такой вот зонтик у коровчика. Тоже добавила его для запаха. Потом достану уже в самом конце. И сейчас еще зелень петрушки и чесночок. А-а-а-а! Что такое? Я запахивши. Да? Так, смотрите, у нас уже 5 часов. Я сейчас собираю букет, который в 7.30 мы должны подарить у сын паю. Это будет гранат. Здесь у меня корзинка. Гранат, шпажки, пенопласт, яблоко. Это Гриша, я вам не доел. Так, 2 лимона, апельсин, 2 вот таких вот каких-то спиртных напитка. Вот это понятно, что это коньяк, а вот это вот... В общем, не важно, что это, что-то спиртное. Шпажки, как я уже сказала. Вот еще шпажки, куча конфет. И вот еще здесь у меня бант. И бант, конечно, по мне, перья. И немножко плюща украсить саму корзинку снаружи. Ну, как мне показалось. Ну, походу, будет видно, куда его применить. Либо вообще не применять, просто выкинуть. У родителей растет плющ. Я сначала думала купить какой-то зелени в цветочном магазине. Но потом передумала и думала, что плющ будет смотреться по-мужски больше. Так, а нам нужен букет для... Чуть для каратэ. Всех родителей. Так что будем начинать. Так, сначала я вставила все крупное. Это у меня апельсин, два лимона, гранат. Ну, и вот эти все чекушечки. Даже меньше. И сейчас буду заниматься конфетами. Тут их у меня, конечно, дофига. Вот, так что будем украшать. Так, вот что получилось. Какое-то это. Чайков какой-то со своими конфетами. С рекламой конфет приехал. Не, ну, гранат все-таки нормально смотрится. Да, с бантом мы, походу, переборщили. Да, нормально. Черт еще и сбоку бантик. Нормально. Слышишь, я вну этот. Он еще не нагрелся. Я уже вну. А ты же его не включал. Все? Да. Фото. Да. Всем привет, мои мальчишки. И привета пока. И привета пока. А мы тут занимаемся с мальчишками. Афоня сам себе выбрал какой-то тут журнальчик, да, в котором можно порисовать. Это, по-моему, Олеся нам давала какие-то старые прописи. Математику для четвертого класса. Афанасий, тебе это уже можно? Да. Мы хотим это писать. Это написать, да? Мам. А мы тут с Антохой еще книжку учим. Ну, вернее, не учим, просто разговариваем. Учим. Учим. Сейчас будем учиться писать. Я пошел в глаза. Ручка и листика. А где ручка? А ручка там на кухне на острове. Мам, я не могу. Так, ну что, у нас уже пол-11-го, представляете? И я, как всегда, занята. Сейчас делаю ганаш для того, чтобы сделать трюфели. Это все для вот этого вот марафона в Инстаграм. Но, если честно, мне и самой все это интересно. Поэтому, ну, вы же понимаете, что приходится жертвовать временем. Единственный ценный ресурс, которого мне не хватает. Честно, я даже не в деньгах счастья, а именно во времени, которое хочется провести с семьей. И еще что-то новое попробовать и сделать чисто для себя. Даже если это будет никому не нужно, но этот опыт мне интересен. Вот сейчас я готовлю ганаш. Там был по рецепту вообще лавандовый. Но так как лаванду я терпеть не могу, поэтому я делаю мятный. Здесь у меня был пакетик мяты в сливках, шоколад. Вот, все это есть на сайте Cardamon Club на английском. Ну, английскими буквами. И там все Оксана Рпешкова рассказывает, как и что делать. Как делать ганаш лавандовый там. Ну, естественно, можно любые ароматизаторы, либо вообще ничего не добавлять. Вот у меня такой вот это ганаш на темном шоколаде. Ирка. Он очень здоровский. У меня даже Гришка его любит. Вот он вот в таких вот капсулах. Не знаю, как они называются. Но очень вкусный, в общем. Это супер. Вкуснота. Так что сейчас делаем ганаш. А потом из этого ганаша будем делать трюфели. Одни будут обсыпные какао. Другие будут в шоколаде обливные. Еще будет корпусная конфета из формочек для льда, которую я вчера купила. Она будет внутри с начинкой из мятного ганаша. Так, Григорий тут у нас занялся чтением. Хотя вчера говорил, мама, ты какую-то фигню купила. Так, про что там, сына? Что ты там? Первый рассказ уже прочитал? Смотри. Школьные приколы называются, да? Таня там это, полюбила своего одноклассника Сашу. Это она, значит, бросалась у него мокрой тряпкой. И называла его дураком. И это, значит, такая любовь, да? Вот что делает любовь с людьми. Вот что делает с людьми любовь. А еще одно, ты выключи лучше. Да? Там еще. Мои котики уже ложатся спать. Конфетки мама уже завтра будет делать. Так что всем спокойной ночи. Нет, конфетки нам. Шоколадные такие конфетки. А Тетяне вы что подарите? Тетяне торт из памперсов подарим. О-о-о-о! Часы потом улетят. Правда? Там будет вам, ребят, вот этих памперсов. А завтра в обед Тетяне приедет? Нет, Тетяне же сейчас в больнице. Она там полежит пять дней, потом ее уже будут выписывать. Когда она приедет? Ну, не знаю, через пять дней. Мам. Ну, ладно. А на пятый день мы поедем к ней, посмотрим. Получается, в четверг. Ну, наверное, я не знаю, Даштин. Поедем? Ну, посмотрим. Конечно, хочется поехать же познакомиться, да? С малышом? С Кириллом Витальевичем? Да. Кириллом Витальевичем. Себя, а в каком садик будет ходить? Да, подожди. У нас или кто? Не знаю, в какой его запишут. А если у нас... А если там приедет, значит, у нас, да? Так, ну что, все, я пошла отдыхать. У меня завтра очень интересный день. Обязательно смотрите завтрашний влог. Я хочу поехать на мастер-класс по пряникам. Ну, посмотрим, насколько это будет интересно и продуктивно. И чему я там научусь. Ну, давайте посмотрим. Надеюсь, там разрешат мне немного поснимать. Ну, хотя бы просто, в общем, чтобы понять, как проходят мастер-классы. В общем, все, всем до завтра. Пока!